Если у кого-то жилье еще не построено, то у других и вовсе разрушается на глазах. Ветхое и аварийное жилье – это головная боль многих жителей столицы нашей республики. На этот раз в критической ситуации оказались жильцы одного из махачкалинских домов. Уже пять лет, как чиновники, обещают им помочь, но все безрезультатно. К решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт. Будет ли у людей достойное жилье, узнавал Хамза Нормагомедов. Вода и свет здесь – редкое удовольствие. Потолок провисает, стена может упасть в любую секунду. Зимой жить просто невозможно, поэтому жильцы этого дома вынуждены жить на съемной квартире. В таком бедственном положении находятся 11 семей, а это более 30 человек. В дождливую погоду невозможно бывает здесь жить. Течет, крыша течет, капает, подвал, вода ниже дороги. Оттуда уже просели, она цельный дом с двух сторон. Она просели, вот так она сидит и с той стороны вода просачивается, сверху вода течет. Жители аварийных домов обращаются с просьбами о помощи в прокуратуру и администрацию города еще с 2015 года. Но в ответ слышат только обещания. Несколько раз, когда мы письма составляем, отправляем, они зовут нас, зачем вы, короче, как бы пишете, у вас есть программа и вы ждите этой программы. Речь идет о муниципальной адресной программе, пояснил сотрудник мэрии. Она предусматривает переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Данный дом был признан в 2015 году, в связи с чем мы не могли его включить в старую программу. И был включен в новую адресную программу 19.3.24. Настоящий дом включен в четвертый этап и будет расселен в 2022-2023 году. Ждать так долго люди не согласны. Испытывать на прочность себя и свои ветхые стены они устали. Дом в любой момент может попросту не выдержать нагрузки и рухнуть прямо на головы жильцов. Терпеть и верить бесконечным обещаниям чиновников у хозяев нет сил. Именно поэтому они обратились в Общероссийский народный фронт. Его представители незамедлительно выехали на место, чтобы осмотреть ветхые дома. И помочь ускорить решение проблемы, сдвинув сроки переселения граждан. Бедственное положение, в котором оказались жители этого дома. Ускорить на какой год вы рассчитываете? Я надеюсь, конец 2020 года или в крайнем случае 2021 года. Народный фронт сегодня обратил на это внимание, самым серьезным образом взял этот вопрос под контроль. Мы будем эту ситуацию мониторить. ОНФ уже направил официальное письмо мэру города Салману Дадаеву, изложив суть вопроса. Теперь у хозяев старых домов появилась надежда, что помощь подоспеет к ним раньше, чем произойдет несчастный случай.